Привет, мальчики, девочки, дамы и господа! Дорогие мои подписчики и гости канала! С вами я, Паша, и у меня одно ухо краснее, чем другое, потому что жарко! Несмотря на то, что вентилятор дует прямо мне в это ухо! Сегодня у нас на обзоре мужские сандалии. Вот такой бренд. Спорим, что вы такой не видели ни разу и не слышали, возможно. Да-да, люблю я, люблю я незатасканные бренды, но качественные. В общем, это итальянская фирма, очень небольшая. Если мы зайдем на их сайт, сайт-визитка, очень скромно, но со вкусом оформлен. Купить там ничего нельзя, но что мы там можем прочесть? Это я перевожу сейчас с английского. Сандалии, они делают, насколько я понимаю, только сандалии. Ну и типа, знаете, эти флип-флопы, шлепки. Ну то есть, какие-то сапоги там они на сегодняшний момент вроде как не производят. Сандалии Мирамар, как она? Мирамар, наверное, правильно, да? Сделаны вручную в живописном южном итальянском регионе Апулия. Кстати, я впервые услышал именно отсюда. Нанимая только наиболее опытных художников, сандалии Мирамар сделаны эксклюзивно из лучших сортов кожи растительного дубления и бережно, значит, отделаны и отполированы вручную, опять же. Вдохновленные деревенской элегантностью и спокойствием рядом находящегося адриатического побережья, видение Мирамар, это смесь традиций и креативности. Вот так вот. Мало куда они их продают, я думаю, что объемы продаж очень... Объемы производства вообще, в принципе, крайне небольшие у фирмы, поэтому, ну, возможно, вам будет сложновато их найти. Там, где я купил их, больше нет. Вот так вот с торца выглядят. Вот это вот от изготовителя, вот это вот информация. 44-й это мой размер, Койо это кожа, Вашетта это, по-моему, Вачетта и означает, что сандалии. Ну, как-то так. Ну, и, в общем, там какие-то такие технические детали. Открываем коробку. Тут у нас черная бумажка и... Вуаля! Вот они, красавцы. Ну, ребят, конечно, качество... Очень жаль, что эти сандалии один из тех... Одна из тех вещей, качество которой с помощью фото не передать. Потому что... Ну, или видео. Потому что я столько фоток смотрел высочайшего качества. Они выглядели супер. Но когда я их получил, именно вот, когда их держишь в руках, ты понимаешь, насколько тут все... Ну, можете сами видеть. То есть, толстая, толстая, толстые эти шматки кожи прочные. Финишировано действительно все превосходно. Смотрите, как прошита подошва тоже. Нигде ни капельки клейчика, ни торчащие ниточки. Ну, я, по крайней мере, не видел таких явных, да? Клепочки вот эти вот все. Это латунь. Как бы... Вот их логотип. Горячим прессованием пропечатан. Тоже все. Красотища. Здесь тоже логотип пропечатан. Идеально. И подошва, заметьте, она кожаная. То есть, это один большой шмат кожи. Сверху кожа. Внутри, видите, типа как под замшу. То, что к ноге. Ну, логично, да? Обратная сторона. То есть, мне нравится то, что здесь нету никаких подшивочек, подкладочек вот сюда, да? Тканевых, например. Каких-то отделочек лишних. Ничего тут лишнего вообще нет. То есть, просто шматки кожи. Все это вшито. Вот, да, туда вклеено, вшито. Как это называется? Ну, вот стелька, можно сказать, да? Тоже кожа натуральная. Подошва кожаная. И лишь каблучок, он тут, как это называется, протектор, да? Резиновый. Ну, понятно, видимо, чтобы не стукало, не стучало, как сумасшедшая по асфальту. Ну, и более долговечная была. Ну, слушайте, ну, может, это и... Ну, вот на ощупь и на вид, ну, блин, ну, кожа. Я уже и так, и сяк смотрел. Не знаю, что вы думаете, скажите. По размеру. По размеру 44-й мой, да? Хорошо, немножечко так они вот по ширине, скажем, немножечко так плотненько, но они новые, я их не носил ни разу. Все никак не могу для них найти оказию. То недостаточно тепло, потому что перепады температуры катастрофические. Просто днем бывает такая жара, что хочется вообще без обуви ходить босиком. Ну, скинуть вообще, да, все. А вечером такой холод наступает. То есть у меня был опыт. Так, едешь на пикник, да, допустим, и днем ты кайфуешь прямо, начинает вечереть, и у тебя физически просто дубинеют ноги. Поэтому... И самое главное, конечно, что я тут сижу от коряки леплю? Нужен идеальный педикюр, потому что все открыто абсолютно. Пятка, носок. Ну, вы сами понимаете. Ну, я не могу ее забить и ходить как придется. Нет, нет, конечно. Вот. Такая. Но у меня их две пары, ребят. После того, как я... Вот это была первая. Я ее купил. Я понял, что это вещь. Я померил. Так дома походил, расходил. Думаю... И вот вторая. Такая же коробочка. Тут тоже техническая информация. Тот же размер. Но моделька, как вы можете догадаться, немножко иная. Вот такая. Тоже все сделано. Но здесь вот так вот. Ну, ну, тут на самом деле тоже все это расстегивается. Понятно. Вот, ну, латунная пряжечка расстегивается и ремешочек типа регулируется. Ну, у меня, по-моему, на самое последнее я так и застегиваю. Не помню. Не важно, какую я там застегиваю. Здесь также просто расстегнут ремешок. Могу его застегнуть. Такое же качество прекрасное. Тут ну, просто немножечко отличается моделька. Тем, что, видите, вот тут посередине. Ну, тут этих больше четыре штуки хлястика этих ремешка. И вот это вот она ходит. Вот это меня бесит, потому что, мне кажется, она будет съезжать во время носки. Но ну, посмотрим. поскольку нога тоже очень плотно сюда входит в них. Может быть и будет она зафиксирована той же ногой. Тоже логотипчик здесь. Видите? То есть, на самом деле качество у них сравнимо вполне с какими-нибудь гуччи. Да даже гуччи отдыхает. А что такое, ребят? Вот эти вот все гуччи, армани, диоры даже, да? Вот они все. Они все, по сути, делаются на одной и той же фабрике. Точно так же, как солнцезащитные очки. У меня есть видео, да? И выясняется, что есть фабрика большая, итальянская. Она просто принимает заказы, присылает эскизы, дизайн, то есть, модели, да? Ну и какие-то брифы, просто пожелания. Из чего сделать, что здесь вот должна быть там, здесь вот шелк, там, какой-то текстуры, фактуры. все это согласовывается, и бла-бла-бла. Но само изготовление станки, там, материалы, вот это все, 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 это все вот этой фабрики, которая вообще, грубо говоря, то есть, вот, гуччи, допустим, обувь на ней штампуют, но к гуччи, это фабрика отношений, это по большому счету, кроме того, что они партнеры, она не имеет. Здесь же, это типа семейного предприятия, как я понимаю, представляете, на берегу, Атриотического моря, живописный, итальянский городочек, и там все это делается, вручную, в небольших объемах, любовно, финишируется, действительно, ну, это видно, ну, это видно, насколько все качество, ну, это настоящая Италия, вот, вы можете видеть, ну, по удобству, я говорю, по квартире ходить, по крайней мере, мне удобно, в принципе, мозоли здесь тоже натираться не должны, потому что, ну, этот ремешок, он как-то вот, где-то вот здесь вот будет, как-то вот так вот, ну, спереди тут тоже получается, ну, если что, то апдейт какой-нибудь, может быть, сделаю, поэтому, если где встретите, рекомендую, я думаю, что, тут вот эти вот близкие, близкие ракурсы, вам тоже, достаточно сказали, о качестве, ребят, надеюсь, этот обзорчик был вам полезен, ставьте лайки, если понравилось, подписывайтесь на канал, дальше будет много, много интересного, до новых встреч, пока!